Всем привет! Сегодня мы разберемся, куда делись онлайн-фильмы в Рунете, почему большая часть онлайн-кинотеатров теперь не может воспроизводить онлайн-фильмы, и что будет дальше с тем, где вообще можно будет посмотреть онлайн-фильмы или хотя бы где-то скачать онлайн-фильмы. В общем, что делать дальше. Интересно? Поехали! Это видео выходит при поддержке разработчика утилиты RecOrganizer. Эта программа поможет вам не ломать голову для оптимизации Windows, а сделает все это сама. Поможет найти и удалить ненужные программы, очистить место на системном диске, ускорить загрузку и работу Windows в целом, оптимизирует все настройки для максимального быстродействия. Обязательно попробуйте! Ссылка на программу будет в описании под этим видео. Ну что ж, давайте сразу покажу, что вообще сейчас происходит. Началось это где-то около 5-6 дней назад. В общем, начали все писать, что нету фильмов, фильмы невозможно посмотреть. И многие даже в группе думали, что это как-то связано с их компьютеров, потому что тупо нельзя посмотреть фильмы после обновления винды или после установки антивируса и так далее. На самом деле сейчас проблема такая во всем Рунете. Если открыть самые популярные сайты, например, HD Resco, например, Guide Online, ну еще различные есть сайты, которые вы можете использовать. Вы можете сами зайти и проверить. На тех сайтах, на которых вы раньше смотрели онлайн-кинчики, сейчас практически посмотреть ничего невозможно. Большая часть онлайн-кинотеатра, в принципе, не работает. И в чем вообще заключается проблема? То есть вот если мы выберем, например, на HD Resco любое кино, заходим в него и здесь видим вот такое сообщение, что в дата-центре, где расположены плееры, произошла авария. Сколько времени займет восстановление, мы не знаем. Но они запустили торрент-трекер. О нем будет чуть позже. Так вот, на самом деле, вот то, что тут написано, это не совсем так. Почему? Потому что на самом деле есть определенный сервер, который хранит там миллионы, по-моему, 26 миллионов фильмов в Голландии. Ну, точнее, раньше хранил. Где и хранились как раз вот эти все фильмы, которые мы с вами смотрели. Причем неважно, какой это был сайт, вот, например, Guide Online, HD Resco или другие популярные сайты, они все брали контент именно с этого сервера. И все мы смотрели контент именно с сервера. Неважно, на каком сайте мы присутствовали, просто сайт давал нам интерфейс для просмотра видео с определенного конкретного сервака. И если вот, например, зайти на Guide Online, то тут уже вы можете посмотреть только трейлер. И появились вот такие вот ссылочки, типа найти в Яндексе, найти в Гугле, хотя вроде бы недавно вот этих ссылок не было. Это говорит о том, что сайт не знает, где брать контент, где взять вот то количество фильмов, которое было на этом серваке на голландском. Голландский сервак, он был полностью обузоустойчивый. Что значит обузоустойчивый? Это значит, что правообладатели пишут запрос на удаление контента на этом сервере, но никто ничего не делает, потому что, ну, грубо говоря, все было шито-крыто, грубо говоря, где-то была какая-то крыша. И вот в Голландии еще оставались такие обузоустойчивые сервера, которые позволяли хранить много пиратского контента. Но сейчас в мире все потихонечку меняется, и, соответственно, происходит вот такая вот жопа. Суть остается в чем? В том, что пиратский контент, он нелегальный, и везде его потихонечку будут банить. И на данный момент около 80% всех онлайн-кинотеатров в Рунете перестали работать. Поспособствовала этому компания Brain. То есть вот так вот она пишется, не как мозг по-английски, а именно Brain. Вот здесь вот можно почитать в Википедию, посмотреть, что это за компания. И вот эта компания, она заблокировала доступ к вот этому серверу, на котором хранилось 26 миллионов фильмов, и там еще сколько-то миллионов сериалов. И после этого у всех на обычных сайтах начались проблемы, никто не мог подключиться к этому именно конкретному серверу с фильмами, и фильмы не воспроизводились. Но все же в Рунете еще остались сайты, на которых можно пока что смотреть фильмы. Вот, например, Кинократ. У него есть, видать, какие-то другие сервера, или, возможно, даже свои сервера. И на этом сервере пока еще все работает. То есть вот мы включаем, и вот он у нас Король Лев. То есть все вполне себе воспроизводится. Я не буду дальше показывать, потому что, ну, чтобы правообладатель не заявил на это видео, но вы видите, что, в принципе, фильм пока что нормально работает. Это новая версия, все в порядке. Вот, например, есть еще сайт HD кинотеатр. Здесь, я бы так сказал, половина фильмов работает, половина не работает. Видать, часть они брали именно на том сервере, который вырубили, а другую часть они брали, видать, из каких-то других серверов, и, соответственно, кое-что тут еще работает. Поэтому некоторые сайты пока что остаются рабочими. Но это не говорит о том, что завтра их никто не выключит. Та же самая компания Brain, она, в принципе, занимается контролем трафика по всему миру, и отслеживает, где используется пиратский трафик. И, в принципе, несмотря на то, что эта компания не наша, а зарубежная, она может вполне себе спокойно вырубить пиратский контент в очень многих странах. Почему вот эти вот сайты не перейдут на свои отдельные сервера, на которых будут храниться собственные видео, которые могут они сами использовать? Во-первых, это очень дорого. Во-вторых, представьте, есть Рунет, смотрел, грубо говоря, фильмы с одного сервака. Представьте, сколько одновременных подключений к этому серверу нужно выдерживать. Ну, я так могу представить, что десятки миллионов одновременных подключений к серваку были, потому что реально пиратский контент смотрит очень большое количество людей. Соответственно, сделать подобный сервер еще раз где-нибудь в России просто не представляется возможным, потому что в любую секунду прибегают маски-шоу, конфискуют весь сервак, и, естественно, те, кто будет там работать, те, кто ответственны за его создание, естественно, очень быстро упакуют и закроют. И вот в этом есть проблема та, что пиратский контент скоро вымрет. Пускай это мои домыслы, я, конечно, не хотел бы этого, потому что я прекрасно понимаю, что большая часть из вас смотрит на пиратских сайтах фильмы. Я, например, сейчас имею подписку Netflix, я имею несколько еще других подписок, где можно посмотреть фильмы. У меня есть на Иви, на Мегаго подписки. Ну, грубо говоря, они мне обошлись бесплатно, потому что я ютубер, но не в этом суть. Суть в том, что я в большинстве своем случаев стараюсь смотреть легальный контент. Да, иногда бывает, захожу на какие-то вот такие вот сайты типа HD-резки и гид онлайн, и, естественно, смотрю те видео, которых у меня нету в моих подписках, потому что там новые видео тоже стоят космических денег, и для меня это тоже как бы дорого. Но все идет к тому, что пиратский контент будет выщемляться из интернета, даже из нашего Рунета, потому что здесь, в Европе, в Америке уже давным-давно посмотреть пиратский контент довольно очень сложно. А пиратский контент мы смотрим пока что у нас, но мне кажется, в ближайшие 2-3-5 лет пиратский контент будет просто выщемлен даже из Рунета. Устал мучиться с пиратской Windows 10 Pro? Активация постоянно слетает? Компьютер глючит и ведет себя странно? Или ты просто хочешь наконец-таки легализировать свой компьютер? Купи лицензию на Windows 10 Pro раз и навсегда, и больше никогда не мучайся. Цена всего 1300 рублей или 18 баксов. Заходи в группу спецкомп, в раздел товары, нажимай на товар Windows 10 Pro. Клацай на показать полностью. Здесь ты можешь прочитать все о товаре и как его можно купить. Если вдруг очень сильно сомневаешься, можешь почитать комментарии за последние 3 года. Тут уже 920 комментариев от довольных покупателей. Кроме того, недавно я делал видео по поводу того, что через несколько буквально дней, через 5 дней, если быть точнее, уже в России стартует закон о суверенном интернете. По-другому Чебурнет. Что это значит и к чему все это приведет, я уже рассказывал в одном из своих видео. Можете посмотреть, что будет с Чебурнетом. Но, как я и говорил, скорее всего, большую часть бюджета на Чебурнет распилили. И то, что они анонсировали, в ближайшее время работать не будет. Но это не значит, что через год, через два, через три они не сделают все то, что они анонсировали. И вот через год, через два, через три не только перебои будут с пиратским контентом, а еще и с доступом к большинству нормальных сайтов, на которых можно будет посмотреть контент, в том числе и YouTube, который вы сейчас смотрите. Что же делать сейчас? Где брать фильмы? И вообще, как жить теперь без кинчиков по вечерам? Ну, на самом деле, как я уже сказал, есть несколько сайтов, которые все еще работают. Вот, можете их записать. Кинократко, можете записать вот этот, но тут еще уже не все как бы работает. И, кроме того, вы можете еще податься на торренты. То есть, вот, например, на HD-резке они создали свой торрент-трекер, на котором вы уже можете скачать. Вот здесь вот идут сериальчики. Вот, например, переходим в раздел фильмы. И видите, здесь уже появилось несколько фильмов. Вот уже два фильма они залили именно на торренты, чтобы вы могли с торрента скачать эти фильмы и уже смотреть на своем компьютере. Что будет в будущем? Сразу скажу, что после того, как весь пиратский контент выжмут с онлайн-кинотеатров, к которым мы сейчас привыкли, все потихонечку переберется на торрент. И, естественно, как только выжмут онлайн-кинотеатры, начнут давить торренты. И последняя итерация того, где будет существовать пиратский контент, это торрент-стримы. То есть, на данный момент вы можете, вот, например, нажать на фильм, скачать через торрент. Тут вот выбрать можно качество, да, вот, например, 1080p. Они скачали торрент, запустили его через торрент-клиент, и у вас пошла закачка уже торрента на ваш компьютер. С чем это плохо? Если раньше вы просто заходили на онлайн-кинотеатр, и вы могли, например, при проверке вашего компьютера сказать, что, ну, я же не знал, что это пиратский фильм, ну, невозможно же в онлайне определить, пиратский он или лицензионный. То есть, я зашел в онлайн-кинотеатр, там мне показывают фильм, все, я смотрю. Но, когда вы вот эти фильмы будете закачивать уже на свой компьютер, и если вдруг что, мало ли что случится, будет проверка вашего уже непосредственно компа, и там найдут вот этот скачанный торрентом фильм, то, соответственно, это уже будет называться пиратство. А за пиратство сейчас можно получить вплоть до криминального дела. То есть, это не только административные какие-то решения, но и криминальные, если это в особо крупных размерах. Если, например, они у вас найдут там 30-40 кинчиков в торренте, то, поверьте, это уже будет криминал, и это совсем не здорово для тех людей, которые хотят что-то запиратить в интернете. А, в общем, о негативе я рассказал, но после того, как начнут давить именно торрент уже трекеры, то дальше что будет происходить? Дальше будет происходить то, что вам не нужно будет скачивать именно торрент-файл, но все будет работать через сервис стрим торрента. То есть, грубо говоря, вы будете заходить на сайт, смотреть в онлайне фильмы, но этот онлайн на самом деле будет воспроизводиться с вашего компьютера. То есть, к вам на компьютер тоже будет закачиваться файл с фильмом, и кроме этого еще этот файл будет раздаваться на другие компьютеры других людей, которые захотят посмотреть этот же фильм. То есть, получится по технологии торрента будут стримиться фильмы на все компьютеры. И в этом тоже есть не очень хорошо. Почему? Потому что, опять-таки, вам на компьютер нелегально будет закачиваться пиратская версия фильма. Ну, в общем, это все такие вот нюансы юридические. Я же думаю, что ближайшее пока время, год-два, все еще будет более-менее нормально. Потом потихонечку прикроют онлайн кинотеатры, после онлайн кинотеатров возьмутся за торренты, после торрентов возьмутся за торрент стримы и после этого, скорее всего, все пиратство уползет в Darknet. О Darknet я уже рассказывал. Вы, кстати, можете посмотреть мое предыдущее видео, потому что в Darknet можно найти много чего интересного. Я уже показывал, рассказывал, где и как что там можно искать. Естественно, весь пиратский контент, скорее всего, переберется в Darknet и скоро будет все происходить уже не в обычном интернете, а в Darknet через браузер Tor. И, естественно, там, возможно, будет это все происходить с некими костылями, глюками и так далее. Все уже не будет работать так, как работает сейчас. Естественно, не хочу вас пугать. Я прекрасно понимаю, что все смотрят эти пиратские фильмы, потому что просто глобально у всех безденежье. И платить реально за лицензионный фильм очень большие деньги – это не вариант. Понятно, что платить за какие-то тоже подписки на легальных онлайн кинотеатрах тоже там выходят астрономические суммы, и это я знаю по себе. Вот. Ну, уже тут, как говорится, кто может, кто не может. Просто я, например, приверженец того, чтобы посмотреть фильм или сериал в хорошем качестве. И если за это нужно заплатить не слишком большие деньги. Естественно, когда выходят новые фильмы, даже на моих сервисах, на которые я подписан, там цена фильма может быть просто космическая. Естественно, я за эти деньги смотреть один единственный фильм не буду. И понятно, что даже для меня это дорого. Вот такая вот сейчас происходит ситуация с онлайн кинотеатрами. Надеюсь, мое видео вам было понятно и интересно. Надеюсь, что вы теперь будете понимать, куда двигаться дальше и готовиться к этому заранее. Потому что все то, что я сказал, может происходить в совершенно любой момент, и все может накрываться медным тазом. Поэтому будьте готовы, оставайтесь на моем канале, следите за новостями, потому что в будущем на канале появится раздел новостей, в котором будут обзоры всего того, что сейчас в мире интересного в сфере IT происходит. Естественно, если эта тема вам интересна, я хочу создать целое голосование во вкладке сообщества. Если вам эта тема реально интересна, заходите во вкладку сообщества, ссылочка будет в описании под этим видео. И голосуйте создавать новую тему по новостям в IT сфере, либо не создавать на канале. Будете вы это смотреть или не будете. Вот в типа таком стиле, правда сегодня я рассказал только об одной новости, а так будут ролики там о 50 самых интересных новостях за последнюю неделю. Ну а на этом всем пока. На моем канале есть еще много видео по оптимизации и настройке компьютеров и андроид устройств. Тут целая куча видео, которое уже набрало огромное количество просмотров и помогло миллионам людей, а возможно помогут и тебе. Не забудь подписаться на канал, поставить колокольчик и рассказать о моем канале своим друзьям, если он тебе реально помог. Ну а если я помог сэкономить тебе целую кучу денег на каких-то твоих настройках, то ты можешь спонсировать мой канал. Также есть целая куча социальных сетей, в которые ты можешь перейти и задать свой любой вопрос по компьютерам и по андроидам. Кто-то на этот вопрос ответит, либо я, либо модераторы, либо участники тех групп.